Последний штрих в реализации нашей структуры данных под названием куча сделает эту структуру данных еще более элегантной даже. Давайте рассмотрим не просто все двоичные деревья, а рассмотрим полные двоичные деревья. Под полным мы понимаем следующую структуру. Это дерево, у которого заполнены все уровни, кроме, может быть, последнего. Причем последний заполнен весь слева направо. Мы представляем себе, как будто бы в дерево мы добавляем вершины так. Сначала добавляем корень, потом весь следующий уровень слева направо заполняем, потом следующий слева направо и так далее. Ну вот здесь, например, приведен пример такого дерева. Удобство такого дерева заключается в том, что для его хранения не нужно использовать никакие указатели. Его можно хранить просто в массиве. Более того, что нам нужно обычно от дерева? По дереву нам надо ходить вверх и вниз. По дереву нам нужно узнавать по каждой вершине ее двух детей, а также ее родителя. Так вот, когда дерево организовано в качестве полного двоичного, то индексы детей и родителей можно просто вычислять. При условии, что у нас все вершины пронумерованы вот так вот. Корень это 1, следующий уровень 2, 3, потом 4, 5, 6, 7 и так далее. Когда такая нумерация, то несложно видеть, что для каждой вершины выполнено следующее свойство. Если у вершины индекс и, то ее дети будут иметь индексы 2и и 2и плюс 1, а ее родитель будет иметь индекс и пополам, формально округленный вниз. Это очень удобно. Это позволяет хранить все наши приоритеты просто в массиве. То есть в массиве вот первая вершина, она соответствует корню, вершины 2 и 3 соответствуют ее детям, ну и так далее. Такая организация всего дерева оказывается очень удобной, в частности, потому что нам не надо хранить никакие указатели. Нам оно занимает гораздо меньше места из-за этого, ну и при этом переходы там к родителям и к детям каждой вершины по-прежнему остаются довольно простыми. Давайте резюмируем то, что у нас получилось. Итак, полное двоичное дерево, оно описывается следующим образом. У него все уровни заполнены, кроме, возможно, последнего. Последний заполнен слева направо непрерывно, возможно, не до конца. Вершины в таком дереве нумеруются просто естественным образом, сверху вниз, слева направо. То есть корень это 1, следующий уровень пренумерован 2, 3, потом 4, 5, 6, ну и так далее. При описании операций работы с кучей, когда куча у нас рассматривалась просто как двоичное дерево, была некоторая недосказанность. Когда мы говорили, что подвесим вершину, при добавлении мы подвешиваем вершину просто как куда-нибудь в произвольное место листом, это была первая недосказанность. Также при извлечении минимума мы говорили, что давайте корень заменим на произвольный лист, ну и после этого что-то там начнем утапливать. Вот теперь, чтобы сохранять нашу структуру полного двоичного дерева, мы будем делать следующее. Когда нам надо подвесить лист, мы будем его подвешивать в самый последний уровень. То есть так, чтобы по-прежнему дерево оставалось полным двоичным. И наоборот, когда нам надо будет отрезать какой-нибудь лист, мы этот самый последний лист и будем брать. Самую последнюю вершину в последнем уровне. Тогда несложно видеть, что структура полного двоичного дерева будет всегда сохраняться. Это то, что мы уже сказали. То, что вершина И при такой нумерации, для вершины И легко будет найти родителей, это просто И пополам округленное вниз, и легко будет вычислить детей. Это 2и и 2и плюс 1. Единственное, что нужно не забывать делать при вычислении вот этих индексов, это проверять, что они попадают в отрезок от 1 до размера кучи, которые мы обычно обозначаем буквой N. Наконец, последние два замечания, что приятно организовывать кучу в виде массива, просто потому что нам не надо для каждой вершины хранить по 3 указателя, поэтому вся куча занимает меньше места. И самое важное, что из этого у нас получилось, что поскольку у нас все уровни заполнены, кроме, возможно, последнего, высота такого дерева получается логарифмической. А это, в свою очередь, означает, что все операции, заявленные для работы с кучей, будут работать за логарифмическое время.